Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Вопрос касается свекрови. Значит, у свекрови тяжелый характер. Не складываются отношения с сатором вопроса. Есть у авторов вопрос. Значит, ну, как бы, определённое отношение к свекрови, а у свекрови есть определённое отношение к автору вопроса, который зовут Виктория. Автор вопроса описывает свекровь, как человека такого вот, я бы сказал, достаточно. Ревнивого достаточно своевольного, достаточно авторитарного, и автор вопроса описывает, что свекровь ведёт себя по отношению к ней совершенно неприемлемо. Вот. Закатывает, значит, скандалы, пытается манипулировать и так далее. И что здесь, пожалуй, важно? Важно здесь, пожалуй, то, что автор вопроса ждёт от своего мужа. Мужа. Какой-то поддержки, какой-то защиты, опоры, стены. Что муж будет отстаивать личные границы их. Муж же после большого скандала на данный момент только молчит и ведёт себя, как будто бы ничего не происходит. И что, в общем-то, очень расстраивает автора вопроса. Вот. И по её словам, сейчас ей не хочется идти домой, не хочется взаимодействовать с мужем, ничего не хочется. Вот. Такая вот история. Что ж, я думаю, нужно более подробно сейчас рассмотреть текст. Итак, замужем два года облетения. Началось всё с того, что изначально Свекровь всё время намекала, что я с мужем из-за квартиры обижал не один раз. Ну вот, здесь важно увидеть вам, как именно у Свекрови получалось вас обидеть. То есть, то, что она говорит, это одно дело. Это, ну, это понятно. То, что она говорит. То, как она себя ведёт. Это понятно. А вот как у неё получается, или получалось вас обидеть. То есть, её какие-то слова, получается, вас задевали. Вам это было неприятно слышать. Как-то это вот сколыхивалось что-то. Я имею в виду в вас. То есть, буквально как у Свекрови получалось вас обидеть. Это очень важный момент. Потому что, на мой взгляд, Свекровь вам желательно воспринимать не как равную себя. А сейчас, судя по тому, что вы описываете, я могу предположить, что вы воспринимаете Свекровь именно как равную. То есть, она имеет на вас довольно серьёзное влияние, как мы видим. Дальше. Мы жили с мужем хорошо. Ссор практически никогда не возникала. Но если возникала, то из-за его мамы. Здесь вы перекладываете ответственность на маму за, скажем так, свои недопонимания. С мужем. Вот. То есть, вы, ну, в прямом смысле этого слова, перекладываете ответственность. Вот. В прямом смысле вы это делаете. Потому что, ну, на мой взгляд, на мой взгляд, повторюсь, если люди ссорятся, то это ответственность тех, кто ссорятся. Вот. Говорите о том, что это из-за кого-то, на мой взгляд, вот, как-то, знаете, просто игнорировать, что ли. Ну, игнорировать причины конфликта. Основание конфликта. Вот. То есть, я бы вот это так бы, наверное, ну, так бы, наверное, сказал. Такой бы, наверное, здесь был интерпретацию. Вот. Вот. Этому. Этой ситуации. Вот. То есть, я, с одной стороны, прекрасно, как бы, понимаю, да, что, ну, у вас вполне, вполне может быть, свое мнение, да, вот, ну, поэтому вопросы, и вы, в принципе, можете, ну, сам их как бы считать иначе, да, считать, как-то вот, ну, по-другому считать вы можете, но тем не менее, тем не менее, тем не менее. Дальше. Так, она развилась совсем мужа в 25 лет, и больше не вышла в рамы, что воспитывала его одна. Да? Получается, здесь довольно, ну, довольно, хорошо осведомлены о том, в каких условиях, да, в какой ситуации, в этом смысле. Оказалось, и свекровь ваша, и вы. То есть, у вас есть вот в этом смысле, да, какое-то понимание этого. Вот. Но, не смотря на это, не смотря на то, что такое понимание у вас есть, внутренне вы или надеялись переубедить свекровь. Вот. Или надеялись, что, ну, вот, ситуация как-то изменится. При этом, при этом, при этом, при этом, вы, само собой, ну, вот, нужно было. К себе, получается, относились довольно пренебрежительно. То есть, вы вероятно молчали, когда, ну, вот, нужно было, допустим, что-то говорить, да, нужно было как-то себя проявлять и так далее. Постоянно у неё обиды, пишите вы, если мы едем куда-то и её не зовём. Ревность к моим родителям и много другого. Но, опять же, ситуация здесь такая, что вы это знаете, что у неё это постоянно и не принимаете её. То есть, речь здесь не о том, что вы должны её принять, а речь здесь о том, что вот, как вы её воспринимаете, как вы к ней относитесь и как вы видите себя в этой ситуации. То есть, если вы не заметили, то вы в этой ситуации жертва. Она тиран, а мышь спаситель. То есть, она вас тиранит, мышь должен вас спасать. То есть, вы жертва. Да, вы вроде бы отстаиваете свои, себя, своё мнение, но как-то вот всё время ожидаешь, что муч будет вам помогать. Он может помочь, может нет. То есть, это его решение. Полагаться нужно на себя. Забегая теперь чуть вперёд, скажем, что, на мой взгляд, глобальная проблема заключается в том, что вы нуждаетесь в музе как в опоре. Это вот именно, что глобальная проблема по той причине, что, да, муж может быть опорой, муж может быть стеной, как вы говорите. Он действительно может, может быть. Но может и не быть. Вот что вам делать, если он не является, да, можете ли вы полагаться на себя, можете ли вы опираться на себя, достаточно ли вам этого. и если нет, то есть вот, буквально, если вам этого недостаточно, то почему? Почему недостаточно опираться на себя и полагаться на себя? Дальше. Последняя ситуация была такая, пишите вы. Да, вот видите, вы как-то описываете последнюю ситуацию. Предполагаю, что эта последняя ситуация, она какая-то особенная. Эта последняя ситуация, она не особенная. Эта последняя ситуация просто показала ваш внутренний конфликт. И не более того. Значит, она решила купить себе дом на земле, продав квартиру, в которой мы живем. Оформлена она, на нее платили она имущество и потеку пополам, сначала до нашего брака, а потом мы сходим так, как общий день. Да? Вот понимаете, здесь какой интересный момент. Вот вы говорите, общий день, да? Ну, вообще, в общих деньгах, понятно, ничего как бы плохого нет. То есть, общие деньги на здоровье. Так вот. Ну, так вы видите свой бюджет в семейной, да? Если вам комфортно, хорошо. Но, как бы, я со своей стороны вижу такой момент, что общие деньги, это хорошо, окей. А, там, плапа за квартиру, хорошо, окей. То есть, вам в этом комфортно. А когда человек говорит, что вы, там, с мужем, там, из-за чего-то, вам не окей. Просто обижают, вас удивляются. Здесь вы чувствуете свою некоторую ранимость. И вот, как бы, обо что вы ранитесь здесь? Очень важно, обо что вы ранитесь. Дальше. У них с сыном, начал же спор, муж говорит, что не хочет продавать квартиру, я вообще не лезла в их разговор, так как знал, что если влезут, то буду виноватым. Вы боитесь виноватым быть? Или как-то вам свойственное чувство вины? Но я ошиблась даже, тут она умудрилась все вывернуть. Прошила мое мнение на стоят выдел, что квартира, ее вот тут, она их все нарешает, я лезть не буду. Тем более, мы сможем эту тему не обсуждать. Вам важно увидеть, что, если вас хотят обвинить, в целом, кто угодно, то вас сделают виноватым в любом случае. Запрос в том, получится ли это сделать или нет. Вот в чем основной вопрос. Значит, после этого недели тишина, на днях она попросила меня зайти к ним. Здесь довольно интересный момент, да? У вас со свекровью не очень хорошие отношения. Вы, как потом чуть дальше напишете, знаете, что она живет не одна, а в стрете вашего мужа, да? Вот. Вы, зная все это, идете к ней, заходите к ней, хотя все, что она хотела бы вам сказать, можно сказать по телефону, но вы к ней заходите. Знаете? То есть, как бы, на что-то вы надеетесь, чего-то вы ждете. И вот, если что и может на самом деле причинить боль, если что и может на самом деле доставить такой дискомфорт какой-то, да, то эта история только вот про это. Про то, что у меня были какие-то ожидания, про то, что я на что-то надеялся, а этого не получилось. Еще один момент, вы пишете, что вы зашли к ним, но потом вы пишете, что вы с мужем. Вот. Шли обратно. То есть, я не понял, в какой-то момент муж пришел к вам или что. Дальше. Я зашла, и она начала орать благиматом так, что пена и заста шла. Да? То есть, вы, вот вас попросили... Вас попросили зайти, и вы зашли. Вот так просто. То есть, это вот не очень похоже на... как-то вот, ну, отстаивание по их личной границе. Да, например. То есть, я понимаю, что вам больно. Я понимаю, что у вас много, достаточно переживаний. И вам нужно их прожить. Вот. Но пока давайте вот на это посмотрим вот с такой позиции. Дальше. Вы пишете. Оказывается, я во всем виновата, не даю видеть своим сынам, разрушила их семью, их прекрасные отношения. Раньше они ездили везде с сыном, а теперь нет. Вот. Вот, понимаете, да? Как бы здесь и дальше, вы довольно много говорите про неё. То есть, как будто она вам интереснее, чем вы сами себе. Сынамана уже два года не видится. К слову, на праздники все мы приходим в гости. Муж, если что-то надо, едет помогает. Да и так просто заходим на чай, не кажете, но всё же. Первое. Вы оправдываетесь. Здесь почему-то. Второе. Кто мы? Ну, то есть, вот. Вот прям буквально. Кто мы? То есть, вы и муж. Но если у вас со сукровью отношения не складываются, то логично, что вы не приходите. То есть, кто мы-то? Вот здесь опять чувствуется некое слияние. Да? Отсылающая нас к истории про общий бюджет, где всё хорошо и вам комфортно. И отсылающая нас к истории о том, что ваш муж должен ну, как-то отстаивать интересы вашей семьи. Точнее, интересы вас. Кого вас? У мужа своя позиция. И у вас своя позиция. Они могут быть не связаны. Они могут различаться. Это нормально. Но у вас внутреннее требование, чтобы муж действовал так, как вы хотите. И думал так же, как вы. Судя по всему. Почему так? А потому что вы сами не действуете. Так. Дальше. Мои родители живут за 150 км. Она начала кричать, что мы к ним ездим на несколько дней. А к ней даже не приходим. И что? То есть... Ну и что? Вот у меня лично такая позиция вызывает некую, знаете, жалость, может быть немножко, желание отдалиться от страницы. То есть как бы... И что? Кричала она много всего ещё, но больше ей не понравилось, что в этот раз я не молчала и отстаивала своё мнение. А почему раньше вы молчали и не отстаивали своё мнение? Вот, понимаете, в чём штука? Вы когда не ведёте себя так, как вам хочется, вы приучаете человеку к определённой модели поведения, при этом даже не давая ему возможности понять, что вы-то не настоящая. Вот. Ну то есть, как мне кажется, как мне кажется, вполне логично, если, ну вот, знаете, как? так, если, ээээ, человек, эээ, как-то вот, расстраивается. То есть, вполне логично, если, что человек расстраивается, когда, эээ, понимает, как-то вот он, ну, понимает человек. что с ним, на самом деле, ведут себя, ну, вот, ну, как вам сказать, да, по-другому, вот. То есть, он думает, что с ним ведут себя определенным образом, а, на самом деле, оказывается, что все не так, то есть, оказывается, что, ну, на самом деле все иначе, вот. И вот в этом, мне кажется, ну, проблема. То есть, вы говорите, что вы не отстаивали свое мнение раньше. Хорошо. А почему это, почему? Ну, вот, буквально, почему? А что изменилось сейчас, что вы как-то вот, ну, грубо говоря, стали его отстаивать? То есть, что случилось сейчас, что вы начали это делать? Понимаете, да? Какой момент. И это довольно, довольно серьезно. И вот эти изменения, эти, можно сказать, ну, можно сказать, перемены, назовем это так, вами не отслеживаются. Понимаете, да? Вот эти, эти перемены, вами, судя по тому, что я вижу, вами не замечают. Дальше идем. Так, эм, значит, эм, ее это злило, и все больше, любую, она мою, любую мою фразу, она переворачивала в корень. А, должно быть, по-другому. Например, я сказал, что считаю, что родители и дети должны жить отдельно, не со своими родителями, ээээ, и не со своими родителями, не с ней, я почти не хотел, а знаю наш характер, мы бы не ужили. Да, то есть, вы, как бы, вот здесь, эм, ну, проявляете скрытую агрессию. Но она заорала, что в старости я ее добью стакан, воды не подам, выгоню ее, я была в ступоре. Да, то есть, в ступоре за счет чего? За счет неожиданности. Сказалось, если, если с ее сыном что-то случится, она меня убьет, вообще жизнь мне еще потрепает. Я вот не очень понимаю, как бы, к чему вы это пишете. То есть, понимаете, какая история? Если вам, эээ, ну, тяжело, да, если вам как-то вот больно, например, ну, допустим, вот, если вам больно, к примеру, то, наверное, эээ, ну, можно было бы или желательно было бы, эээ, как-то, ну, ну, признать, эээ, что ли, эээ, вот, что мне больно, что мне, ээээ, ну, тяжело, вот. Понимаете, да? А так, как-то, вот, вы на нее, эээ, ну, вы на нее, как бы, как бы жалуетесь, да? Вот. А что вам это дает, да, ну, как бы, на мой взгляд, ничего, кроме, вот, эээ, какой-то обиды, да, кроме, вот, эээ, ну, довольно, эээ, серьезного, эээ, негатива. Дальше, эээ, значит, сказано так, ээээ, она орала как-то нормально, на моей просьбе поговорить спокойно, она орала, что она в игроке мать и может орать и говорить что угодно, а я должна закрыть рот и молчать. Ну, тут вы человека в аффекте пытаетесь успокоить. Естественно, я не молчала, но спокойно отстаивала свое мнение. Иии, к чему вы это напишите? Она орала, что селечь, что пропустила меня в квартиру, что, как мы вообще будем жить с мужем после этого, что я поймала богу за бороду и пришла на все готовые приказы, мне ее подарков. К чему вы это? В праве от меня орала мне наука, а слева тетя мужа, которая тоже живет со свеком, что я их не уважаю, сынам видеться не даю. Орали они часа четыре. А почему вы все это слушали? Это первое. Все, что они мне сказали, не хватит мне, даже дня не хватит мне написать. А для чего? Вот у меня появилось такое ощущение, что вы как будто смакуете это. В один момент мне надоело слышать бред этих женщин, мне становилось плохо, я просто хотел уйти, но муж меня не пустил. Вот, вы нашла первое. Здесь перекладывайте ответственность на, значит, своего мужа здесь. Это первое. Вы перекладывайте. То есть, это муж не дал вам уйти. Это первое. А второе, это то, что как мне видится, что если вы хотите уйти, то вы уходите. Как вас сможет кто-то остановить. Вот. Вот для меня в данном случае загадкой является, пожалуй, только это. Понимаете, да? Ну, то есть, вы хотели уйти, а вам не дали уйти. Как у кого-то есть возможность, получается, вас остановить. Вот это очень важный вопрос. И как муж появился вообще? В то время муж пытался оставить пару слов. Так мы уже одна зашли к ней. Но, существенно, он не сказал ничего. А что он должен был сказать? Не оставил свое мнение. А должен был не оставил наши с ним границы и землю. Вот, понимаете, да? Это правило, попытку опереться, раствориться. Уходя, она сказала, что теперь должна бегать впереди на цыпочках и добиваться расположения. Чего я делать не буду. Не буду. Но мы не ожидали, что вы будете этого делать. Домой мысли в молчании, по дороге мне не сказал ни слова, впрочем, как и дома. Я надеялся, что он поднимет эту тему и скажет, что это типа не обращая внимания, мама горюет и перестанет. Будем делать жизнь, как считают ноги. Опять же, это про попытку опереться на него. Но не на себя. Вы пишите, я надеялся, что муж будет моей опорой и стеной, но на деле всё не так. Я оставил свои границы, а он нет. А должно быть наоборот. То есть как бы... Вот вы просто постарайтесь и видите этот момент. Что вы от мужа своего требуете чего-то. Он может так действовать. Но может и не действовать так. Вот. Ну и повторюсь, с точки зрения психологии, то, что вы надеете, что муж будет опорой и стеной, это является тем, с чем вам нужно поработать. Потому что, повторюсь, вы можете получить это или нет. А он надеется, нужно на себя. В первую очередь. Вот. Это первое. Второе. Не очень понятно, почему вы сами не начали разговор. Если вас это волнует. То есть муж молчал, может быть, потому что ему сильно было. Или что-то ещё. Вот. Так что, вы как-то вот здесь, на мой взгляд, уходите в позицию жертвы. Изучите, пожалуйста, тему треугольника Карпмана. И после этого обращайтесь на консультацию, выбирайте специалиста и начинаете работать. Сначала вам нужно прожить все чувства, которые у вас есть, а потом смотреть, что делать дальше. Желаю вам всего самого доброго, удачи, буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Удачи!